Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор 12 каталога Фиберлик. Оставлю вам свои отзывы на новинки. Итак, поехали! Сразу на развороте стартует новая обновленная серия для рук, то есть это старый продукт, но в новой упаковке на эту систему трехступенчатую есть уже ролик, поэтому долго останавливаться на этом не будем. Поехали дальше. Бюджетненько, классно и здорово, да, за ручками тоже надо ухаживать. Конкурс Фиберлик глазами детей. Смотрите, очень интересный. С 21.08 по 30.09 заходим на сайт, адрес прописан, загружаем детские рисунки на тему Фиберлик. Участвую в розыгрыше подарков. Вот какие подарки. 50 наборов ЛАВ, 50 наборов УМА, 3 набора One Big Miracle, это уже для мамы, да, и 50 наборов InfoW. Классные, классные подарки, почему бы нет, да, ребенок нарисует картиночку какую-нибудь и будем участвовать. Я, скорее всего, поучаствую и с превеликим удовольствием желтые ценники на линейку Мурмур. Классный аромат, один из немногих, который Фиберлик мне нравится, поэтому обратите внимание, 30 мл вообще по 299 рублей можно взять на пробу. Плюс еще и скидка консультанта выйдет вообще копеечна. Были любимые оттенки снова в каталоге, доступные для заказа вип-консультантам, но я не стала брать, потому что у меня есть два оттенка этих теней, и рука к ним не сильно тянется, еще даже в старом дизайне, в золотой упаковочке. Потому что далеко не всегда вот такие блестящие, шиммерные, мерцающие оттенки подходят. Они могут немножко зажевывать века, тем более, если оно возрастное, но тут надо пробовать, по-другому никак. Классная цена будет на любимую мою помаду жидкую матовую, 329 рублей, 200 с чем-то будет со скидкой консультанта. Прям обожаю любовная любовь. На туши тоже классная цена в этом каталоге. Скоро осень, совсем скоро, и уже можно включать тяжелую артиллерию и усиливать свой уход. Я лично не знаю, как вы, но я летом редко какими кремами пользовалась. Вот прям редко, на самом деле. Тоник, хорошее очищение, а утяжелять кожу совсем не хотелось. Отлично подойдет на осень серия куркума. Куркума вообще обалденная серия, работающая, очень классная. Почему-то опять у нас разбросали. Сначала начался уход, потом пошли гели для душа. Глобл Оксиджен вообще на любое время подходит коды, поэтому тут смотрите. Тоже очень классная линейка, одна из моих любимых. Для жирной кожи матирующий. Би-би-крем мне не понравился, совершенно не матирует. А вот дневной крем для лица, кислородный баланс, это прям находка для жирной кожи. Прям рекомендую. Вообще линейка Оксиологи, это такой базовый уход. Он никаких чудес не сделает, но тоже время поддерживает кожу в хорошем состоянии. То есть нормальное, такое оптимальное увлажнение, даже питание местами. Отшелушивающий скраб для лица по 199 рублей будет. Давно таких цен не было. Из этой линейки мне больше всего нравится Гамаш, тоже 199 рублей. Отличная цена, надо взять. Я люблю прям на утреннее умывание, очень здорово освежает. Серия Океанум тоже классная. Тоже классная рабочая, как у Ванвик Меркл, но не бюджетная. Но можно попробовать выиграть ее в конкурсе. Гиалуронка. Гиалуронка как раз вот на осень, на зиму вообще супер. У меня кожа съедала продукты из этой серии просто моментально. Вот прям необходима, видимо, была гиалуронка кожи лица. Но на жару у некоторых девчонок были отзывы такие, что были высыпания, были подкожники. Да, гиалуронка именно, это не то, что вот плохие кремы у Фуберлик. Именно гиалуронка, она обладает такими свойствами. То есть она может это делать. Поэтому на лето нет, а вот на осень уже можно присмотреться и взять попробовать. Омега Хит тоже классная базовая линейка. Мискини я не подружилась, девчонки. Но девочки писали отзывы, что для сухой кожи прям класс. Даже спорить не буду, все мы разные, поэтому надо, конечно, пробовать. Так, что у нас еще интересного будет по скидочкам? Грин Карма тоже хорошая базовая линейка. Но вот не хочется повторить, если честно. НФУДАБЛЮ для проблемной кожи. Девочки пишут, что посоветуйте для кожи молодой, ну там до 30, когда есть высыпания. Вот, пожалуйста, НФУДАБЛЮ. Кислоты тоже уже можно вполне себе. Я имею в виду, что проблемной кожей до 30 кислоты, они как раз все высыпания, все те бяки, которые потом вылезают в подкожники, они их наружу вытягивают. Кислоты обладают этой функцией. Я буду брать попозже. Я, наверное, с октября где-то начну кислотный уход. А пока у меня тяжелая артиллерия в виде шприцов. Так, тут его, по-моему, нет. А, нет, вот, корректор глубоких морщин. Вот, начала пользоваться в последнем заказе она у меня была. Вещь классная. Вообще, вот эта линейка очень классная. На зиму супер. Ретинол, коллаген. Это все то, что нужно вводить в уход и потихонечку кожу этими продуктами напитывать. Карбокситерапия вообще круглосуточная процедура. Смотрите, программа карбокси вся будет стоить 800 рублей. То есть вся скидка консультанта 600 с чем-то рублей. Это нормальная цена, хватает надолго. Программа классная. Действительно, есть результат. Кожа подтянутая, цвет лица ровный, кожа чистенькая, такая холеная. Поэтому присмотреться стоит. Сыворотка Блум. Вы знаете, вот пока понравилась. Но я достаточно мало еще ей пользовалась. Не могу прям так вот конкретно вам сказать. Но пока понравилась, я не ожидала. Потому что вот вся серия Блум мне не нравится. Мне не нравится, мне не подходит, я не вижу эффекта. Здесь такой достаточно плотный, интересный продукт, который здорово питает, увлажняет. Я потом про все минусы, плюсы, нюансы напишу пост обязательно. Когда подольше ей попользуюсь. И все будет подробно. Концентрированный тональный крем тоже был доступен к заказу VIP. Но я брать его не стала, потому что я тональниками не пользуюсь практически. То есть, если и пользуюсь, то это кушон. И изменять я ему совершенно не хочу. Я знаю, что у меня этот продукт будет валяться. Ну, а кто возьмет, девчонки, или уже взял, попробовал, обязательно пишите. Я думаю, всем будет полезно почитать. Здесь у нас, видите, выравнивает тон и микрорельеф, стирает расширенные поры, стирает, придает отдохнувший вид и маскирует несовершенство. Судя по фотографии, прям очень круто маскирует. Он и называется концентрированный. Поэтому, кто будет брать, девчонки, ждем отзыв. На самом деле, интересно. Он, по идее, должен быть каким-то плотненьким таким, я так думаю. Но вот кушон, он тоже плотный. Он тоже все маскирует. К нему надо приловчиться, как наносить его правильно. И поры он тоже будет затирать. И все, поэтому я вот, честно, даже не хочу никаких больше экспериментов. По медовому шампуню, девчонки, мне не понравился. Мне гораздо больше понравился алоэ, даже крапивный. Но вот медовый не понравился совсем. Во-первых, меня душит вот этот аромат меда липового. Ну, вот мне он неприятен, если честно. Он настолько ярко выражен. И потом волосы долго так пахнут, что, ну, вот вообще. Я Ксюшке моем волосы. И то даже на ее волосах натуральных, неиспорченных. Он не работает. Они как-то пушатся, лежат некрасиво. А прикорневого объема нет. Ну, в общем, не понравился вот вообще. Но здесь опять тоже на вкус и цвет. Фломастеры разные, но надо пробовать. Смотрите, возможно, это будет вашим любимым шампунем. Девчонки, по пастам хочу сказать. Я сейчас на постоянной основе ими пользуюсь. Уже больше месяца, наверное, как они вышли, да. И не вызывают чувствительность. Почему я несказанно рада? Неужели в Фаберлик появились пасты, которые мне чувствительность эмали не повышают? Это на самом деле классно. Кстати, многие говорили, что в обновленной линейке жидкого мыла для рук Бьюти Кафе изменились ароматы. Интересный, конечно, ход. Но я не заметила. Вот у меня зелененький, я не заметила, что что-то изменилось. Да, девчонки, еще все время хочу вам сказать и забываю. Просто такие комментарии нет-нет да появляются. Куда вы так тараторите? Они есть такие комментарии, но, естественно, я подстраиваться ни под кого не буду. Я знаю, что девчонкам гораздо больше нравится, когда обзор емкий, короткий, информативный. Поэтому я стараюсь всегда делать быстро по делу. Открою вам сейчас Америку. Когда вы смотрите ролик вверху справа, вот тут, вот тут, есть такой кружочек, настройки называется. И там есть такой пунктик скорость видео. Если вы хотите еще быстрее, вы ускоряете. Если вы хотите медленней, то вы замедляете. И все. И смотрите в том режиме, в котором вам комфортно. Надеюсь, комментарии такие отпадут, и вы будете настраивать скорость видео сами под себя. Поэтому вот так, девчонки, вот такой вот фокус, кто не знал. Дезик вот этот сиреневый интересный. Но смотрите, он у нас с вами здесь нарисован совершенно другим. Помните, в обзоре заказа я показывала уже другая крышечка и другой распылитель. Не такой. Совершенно не такой. Они неправильно его в каталоге напечатали. И он очень похож. Там широкий распылитель. Вот здесь у нас в старых дезиках маленький, а там такой вот широкий. Кто не смотрел обзор заказа, ссылку прикреплю. И он похож очень, я говорила, да, действительно, на дионику. Вот этот классический у них с эффекта пудры. Аромат действительно такой интересный, пудровый такой. В принципе, не навязчивый. Вот эти вот два других женских, они как-то поярче. Этот он такой более не навязчивый. От него нет такого сильного удушающего эффекта, как от этих двух. Он немножечко, скажем так, понежнее. А там по функциям, ну как бы все то же самое. Ничего нового. Просто новенький аромат нам добавили. Ну и флакон новый. Было доступно еще мыло твердое, но мы им не пользуемся. В виде бегемотика. На подарочки вот так деткам куда-то слушают. Классная, кстати, идея на подарки даже в детский сад, в школу положить как дополнение к подарку. Или на 1 сентября, да, раздать. Ну что, прикольно, красиво, мило. Наверняка вкусно пахнет. Кто брал, девчонки, напишите. Сейчас 1 сентября, мне кажется, деткам вот так вот, ну приятненько. Ну, по крайней мере, с пользой подарок. Или как дополнение к чему-нибудь положить. Я прямо вот сейчас сказала, озвучила и сама задумывалась, а не сделать ли так. Так, что у нас еще здесь будет с вами интересного? Про посуду, девчонки, про посуду. Отдельный обзор на сковороду есть. Я планирую дальше брать кастрюльки. Мне очень хочется. Так, из БАДов у нас ничего новенького, по-моему, нет. Лицитин мы уже с вами разобрали. Я хочу еще кастрюльку, еще ковшик, хочу потихоньку обновлять. Пока у меня, в принципе, эмоции одни положительные. Посмотрим, конечно, как дальше себя она будет вести в эксплуатации. Сейчас на осень уже можно запасаться всякими полезностями. Но вот живицу я не вижу. Я надеюсь, что она все-таки появится. Хочется живицу, хочется прогумин. Но они куда-то исчезли. Они просто жизненно необходимы. Осенью прям надо пропивать курсом, потому что вещь действительно рабочая. Вещь действительно действует. То есть это видно, я это проверила уже. Не один год используя. По акции будут по желтым ценникам прокладки. Запасаемся. Классно. Дальше у нас с вами одежда. Полистовому порошку. Много отзывов. Ну, не много, но они есть. Что стирает гораздо хуже. Девчонки обратно переходят на сыпучую. Знаете, у меня вот обратный эффект. Вот действительно обратный эффект. Но у меня они стирают гораздо лучше. Даже не знаю, с чем это может быть связано. Ну, что у всех такие разные отзывы. Если пробовали, пишите, как вам. По поводу гранул. Девчонки просили проверить. Сначала постирать по инструкции, а потом попробовать потереться об эту вещь. Возник где-то аромат или нет. Слушайте, действительно, это правда. Я давно-давно, когда только вот они появились, стирала комплекты постельного белья. И вот недавно буквально их постелила, и я ощущала аромат. То есть он есть. Он такой неуловимый, не сильно приторный, но тем не менее он есть. Значит, все-таки работает. Девчонки писали, что это вот от затхлости в шкафах, когда вещи долго хранятся. Постельное белье, полотенце или на зиму убирать. Но я никогда не сталкивалась, честно, с проблемой затхлости вещей в шкафах. Поэтому смысла не вижу. Ну, может быть, там по ВИПу еще возьму зелененький попробовать. Интересно. А так, ну, не вижу. Есть яркие кондиционеры, которые так, в принципе, благоухают очень долго. И, ну, не знаю, я никогда у меня не было такого, чтобы я доставала вещи из шкафа, а у них был какой-то неприятный аромат. Поэтому не могу сказать вам, работает в этом плане или не работает. А так, может, кому-то и пригодится. У кого такое бывает. Хочется какой-нибудь интересный новый кондиционер для белья. Вот очень хочется. С девчонками обсуждали недавно. Давно не было. Выпусков прям заждались уже. Для ванны буду средства брать. Прям мастхэв любовная любовь, собственно говоря. Пастутка, которой я довольна. Кстати, были доступны еще шторочки и наборы для ванны я не брала. Потому что, ну, во-первых, вот это мне не нравится. Я люблю минимализм. Там либо совсем белое, либо там какое-то такое черненькое. Я не пользуюсь мыльницей. Мне не нравятся вот такие дозаторы. У меня вспениватели. Поэтому я не взяла. И шторы мне тоже не подходят, девчонки. Но кто брал, обязательно напишите свой отзыв. Я очень жду коврики в ванну. Новенькие, может быть, какие-то будут. Так, ну и на этом все, мой хороший подарок. В этом каталоге будет денежка. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Надеюсь, обзор был вам полезен. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.